Девушки отдыхают Получаса они должны заметить отсутствие воды Хотелось бы, чтобы кто-то из охранников Как можно скорее покинул свое помещение Хотя бы до моста На этом участке поезд сбрасывает скорость Тогда все будет тихо и без жертв Ну, все Приятного аппетита, я пошел Я здесь сяну Хорошо Значит так, голубчик Омлет Чай с лимоном Чай покрепче Бутерброд с окрой Павесное, черное есть? К сожалению, только красное осталось Ладно, давайте Сейчас принесу Товарищи, 9 мая 1944 года Мы освободили Севастополь Ура! 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 Ура, товарищи! Я надеюсь, вы не против, что я к вам подсел? А мне нравятся люди, которые сначала делают, а потом спрашивают, можно ли Я сам так всегда поступаю Захаров Евгений Семенович Ларионов Петр Андреевич Очень приятно Мне кажется, где-то я вас видел У меня память на лице, как говорится, сверхъестественная Да? Вы как только газету опустили, я сразу же вас признал Вернее, подумал, где-то я видел этого человека Это вряд ли Не думаю, что мы с вами когда-нибудь и где-нибудь виделись Вы же Ленинградец? Увы, нет Всю жизнь мечтал, да Да, но нет Один раз был в Ленинграде В сороковом Помчался за восхитительной актрисой И целую неделю провел под ее окнами Настоящий мужской поступок Ценю Я надеюсь, она тоже оценила Оценила И не раз Не к ней ли вы снова едете? Нет Теперь по должности переведен в Ленинград Как говорится, куда бог послал А бог, как говорится, вам послал Хотя этого бога и ликвидировали постановлением партии и правительства Да, кстати, вы знаете, какой завтрак был у осужденных по нюрнбергскому процессу? Не знаете? Нет А я знаю У меня знакомый один человек Он в 1946 году был в составе делегации Ну, там, в Германии, переводчиком Так вот, он мне рассказывал, что завтрак у заключенных состоял из четырех блюд И знаете почему? Нет Потому что это верхний слой Да, конечно, они убийцы Но верхний слой И к ним, как ни крути, нужно относиться особенно Я, честно говоря, думаю, что эта идея по поводу равноправия Это чушь Это что значит? Я буду есть То же самое, что представитель пролетариата Нет Мне кажется, это несправедливо Почему? Затраты разные Я вкалываю в десять раз больше, чем какой-то рабочий Да, конечно, я не таскаю камни, я не орудую лопатой Но ответственности в десять раз В десять раз больше Скажите, а кем вы работаете? А вы? И так? Ну, как бы вам это сказать? Я курирую снабжение некоторых государственных и общественных организаций Значит, я все-таки был прав Мы не были знакомы Но мы познакомились И будем знакомы Еще ближе Да Я как раз Заведую складами, которые обеспечивают Государственные и общественные объекты Всем необходимым Дайте-ка я напишу вам сейчас свой номер телефона Паркер Он самый Обращайтесь Рад знакомству Товарищи, я прошу минутку внимания Вчера исполнилось ровно три года со дня победы Нашего народа над фашистской нечистью От лица Черноморского флота И города русской славы Севастополя Хочу поздравить вас с этим великим праздником Да здравствует наша советская родина Да здравствует товарищ Сталин Троекратное Ура! 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 А вы, Сиборит То есть, люблю ли я роскошь и удовольствие? Да, конечно Я очень хорошо помню свое голодное детство Поэтому ценю жизнь И все, что она мне предоставляет Я придерживаюсь правил Например Я никогда не пью Раньше положенного времени Который час? Да, сию минуту Ну Сейчас Без пятнадцати два Так вот Я никогда не пью Раньше двух часов И еще Я все делаю строго по закону Так что ко мне придраться просто невозможно Например Ко мне в сорок пятом году Я тогда на транспорте работал Пришло пять студебекеров Оформление должно было занимать две недели Обкатка тоже две недели Так вот У меня за отведенный месяц Эти машинки В Польшу успели сбегать И вернуться оттуда С очень хорошим трофеем И все по закону А вы не боитесь говорить такие вещи Незнакомому человеку? Нет Ну, во-первых, я своего человека заверстучиваю А во-вторых У вас такой костюмчик Что просто так его не купишь Уж я это хорошо знаю А вы воевали? А вы как думаете? Нет Я так думаю Что Родине для победы Нужны были нашим мозги А не мясу Простите, я на секунду Да-да, конечно Хорошо Двадцать пять копеек Благодарю И открывашечку в город выбросить Конечно У нас все в порядке Мы сходим Пожалуйста Встретимся в городе Как договорились Любезнейший Да А будь добр нам Хорошего коньячку Сейчас сделаем Спасибо Ну-с Времени Два часа А позвольте вас угостить Чем-нибудь покрепче С удовольствием Пожалуйста За знакомство За знакомство Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...